Уголок у нас для ребёнок. Там калибер стоит. Вот, смотрите, это калибер. Это по-нашему называется гахвора. Здесь ребёнок будет спать. Это гахвора маме, особенно молодым мамам, очень помогает. Узнать, как обустроен национальный дом, расспросить об обычаях и традициях, посмотреть, какую одежду носят народности, населяющие Самарский регион. В этнопарке Дружбы народов отметили День России. В музее под открытым небом два десятка национальных подворьей. В большинстве из них для жителей и гостей города провели мини-экскурсии. Сегодня открыты подворья, и все народности в едином порыве сегодня также вместе с нами отвечают праздник. Недаром парк называется Дружба народов, потому что все присутствующие народности в нашем парке – это самые настоящие друзья. Потому что наша Россия – это великая страна, это большая дружная семья. Евгения и Наталья Цебулевские. В Самарском этнопарке Дружба народов не впервые, но каждый раз уходят с новыми знаниями. Считаю, что в преддверии Дня России очень символично побывать в парке Дружба народов и еще раз, уже не первый раз, познакомиться с традициями народов, живущих в нашей стране. Поэтому очень, скажем так, довольны данной экскурсией. Будем приходить еще. А на главной сцене этнопарка развлекательная программа. Детей и взрослых удивили силовым шоу. Современные богатыри не только гнули железные прути, но и вставали на ножи, прыгали на битое стекло. Вот, а теперь можно музыку погромче. 85 килограмм, 2, 3, сажа, Валерный, прыжок, битое стекло. Все, пятки будут вам благодарны. Завершился праздник. Акции «Нарисуем флаг России» и концертом. Свои вокальные и танцевальные номера представили коллективы Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.